всем привет поставил я свою печку спутник запихал в родное место где стандартная печка должна стоять кабину в поднятом состоянии сейчас залезем вниз и покажу все удобнее как-то так вот выглядит печку поставил то есть вырезал из жестянки такую полочку так скажем то есть здесь на два болта и видно вот еще два болта то есть связи достаточно стоит крепко нормально печка стоит хорошо не трясется при работе так скажем нормально то есть глушитель вывели загнули правда так загибать можно или нельзя даже не знаю ну то есть согнул она поднимается выше печки по-другому не получается там опять сгибается и выходит через стенку то есть вот она уже снаружи покажу вот то есть это гофро подача воздуха в этот салон и то есть стандартный разъем дырка вот с этой стороны она тоже есть она заглушена там стоит заглушка нормально сейчас не будет ничего не будет воздух кинут в бок то есть вода туда не должна попадать никогда еще должно быть нормально по топливу вот по топливу интересно родной бачок сюда не влез получается он прям от стенки до получается как сказать где воздух втягивается он прям вот так вот притык стоят ну и мешается короче не получается так нужно купил бачок трубку сверху соединил внутрь бросил вывел насос можно ли ставить так горизонтальном положении я правда не знаю но я поставил кто им там может сейчас напишет расскажет скажите еще нельзя ну значит поменяем наверно поменяем то есть ну пока работает тот из топлива подается она щелкает провод от него выходит я вот запихал вот сюда наверх то есть между полкой там как сказать обчисткой и самая печка там есть место то есть я его туда затолкал завязал там нормально то есть еще вот это надо прикрутить на хомут поставить будет хорошо лежу показывать неудобно как то вот так как то так вроде стоит пока нормально ничего не падает работал бачок вообще соединил в этот как его ленту взял который крепит стальные балки перевозит поддоны крепит там такую ленту взял затянул стоит обложку положу чтоб не оторвало там ничего еще раз покажу как салону выглядит это все снаружи снаружи так то то есть вон находится этот глушитель таким образом то есть стреление мешает ходить есть расстояние есть палоне все это выглядит вот так вот если убрать вот провод вот этот питающий еще спрятать надо то есть в салоне никаких отличий кроме того то что вот она торчит труба откуда же горячий воздух дует то есть сюда еще желательно конечно заказать родную эту как правильно родной воздуховод что как правильно назвать и вот это все закроется еще будет аккуратно ничего видно не будет пульт вывел вот сюда то есть с левой стороны сверху где прикуриватель стоит питающий провод который нужно убрать переделать он длинный пока его отсоединил сейчас включим попробуем покажу как работает то есть как сказать нее нужно переделать переделать нужно хочу сделать чтобы от аккумулятор и шел не аккумулятор не соединялся сразу с этим то есть питание не подавалась на печку то есть постоянной подачи не было то есть сделать здесь тумблер поставить то есть питание вот положил питание не пошло и то есть уже на включении работа вот то есть ничего не видно если провод спрятать ничего не видно выдает только вот этот колхоз вот так вот вытаскивается опа уворачивается и здесь вот выходит самое интересное здесь канистра горловина здесь то есть были от родной печки тут стоят фильтра то есть здесь были заглушки завода точно не было печки заглушки стояли и снял одну перегородку срезал что удобно было конец и то есть нажал открутил то есть вытащил вытащил залил еще парно здесь здесь вот сама печка ну то есть вот провод про который говорил от к насосу идет и он то есть там сантиметров 5 я туда все запихал на хомут поставил она все не трещется все хорошо то есть печь куда настоит то есть еще хочу сделать эти правда так уберутся на хомутики поставим отсюда хочу сделать забор воздуха то есть подъем выходил сюда то есть трубу забор воздуха поставишь в салона был забор воздуха вот а так пока то есть он берет здесь чистый воздух брать вам то есть от родной стандартной печки то так скажем ребра остались забор воздуха забор воздух оттуда как бы сейчас все берет и подается в салон попробуем включим печку как работает разъем поставил то есть я его снимаю только из-за того что чтобы она ждет аккумулятор еще долго стоит то есть допустим я пару дней не поработал на все равно там с аккумулятор питается постоянно попытки среди из-за этого отключая его пульт я немножко дождем она подумает ну слышно не слышно печь этот насос щелкать начинает ой котел разгорается уже печка разгорелась уже потихоньку теплый воздух пошел то есть переработки он у меня всегда стоит на минималке кабина все-таки маленькая шара стоит даже на минималке она печка греет прям пока нравится то есть нареканий никаких нет на него минусовых скажем отзывов спутник то есть уже горячий воздух надо померить сколько то есть температуру там горячего воздуха выдает как нибудь то есть здесь какой звук здесь уже вот тяга идет слышно не слышно но воздух тянет здесь греет там как бы показать это то есть здесь уже все хорошо сейчас покажем как на улице здесь глушитель пока новый еще то есть надо трактор работы печку вообще не слышно не слыхать все в планах то есть этот провод надо спрятать плюсовой остался вид на виду он пока то есть там маленькой переделки покажу там что сделаю потом и пульт аккуратненько красиво вот будет прям здесь сидишь прям на малом прям прям хорошо дует снаружи и все все всем пока все будем делать дальше покажем вот а